Девчонки, всем доброе утро, добрый день. Уж не знаю, какое у вас там... Какое у вас время? У меня время подходит к обеду. И я сегодня ещё и не завтракала, но я как бы и не собиралась с девочкой завтракать, потому что вчера у нас был праздник. Этой девочке я буду делать смузи сейчас. Вот здесь у меня зелёные овощи, и я добавлю одну помидорку. Послушайте, ну вот, достала и достала. Хотя лучше, это у меня, девочки, вот сейчас, подождите. Я бросила туда эту капусту у меня. Она такая у меня уже была отварная, но я её разморозила, она была заморожена у меня. Вот яблочко, поляблочко. Это листочки, девочки, цикория. Вот, очень полезные. Эта, девочка, это у меня сердце артишока. Вот на заморозке у меня лежит. Эта, девочка, у меня сельдерей, свежий сегодня. Так, яблочко мы ещё туда забросим. Вот столько, девочки, у меня на заморозке фасоль. Она абсолютно натуральная. Я оттуда брошу. И вот я думаю, бросать мне оттуда томат не буду. Ладно, не буду. А сейчас, девочки, я сделаю смузи. И мы с вами немножко сейчас поговорим о смузи. У меня вот лежит журнал французский. Этого месяца я получила. У меня есть вот такая вот книжка, девочки. Я её привезла из Санкт-Петербурга. Честно сказать, я её не читала. Потому что, ну, хотела поделать эти смузи. Это сложно. Это надо очень много зелёных овощей. Трудно подготовиться. Магазин у меня как бы далеко. Но, допустим, есть кое-что и интересное. Вот, поэтому я сейчас себе забью этот стаканчик смузи. Добавлю в него псилю. И буду пить. И потом я вам расскажу, что я прочитала в этом французском журнале. Про этот модный, в наше время, детокс. Так, девчонки, смотрите. Мой смузи готов. Вот его вот столько. Здесь сколько? 200 мл, наверное, получилось. Вот у меня, да, 200 мл. У меня стакан такой 200 мл. И вот эти вот все овощи. Такой получился, знаете, как сырой, скажем, суп-пюре. Сейчас я его попробую. Какой он на вкус? Он даже такой на вкус, знаете, яблоко чуть-чуть слышу. И слышу вот этот вот сердце артишока. Оно такое, знаете, сердце артишока, девочки, оно такое сладенькое. То есть он сам не сладкий, но вот у него привкус сладкий. И вот я добавлю сейчас, девочки, вот такую вот ложечку чайную псириума. Хочу сказать, что я его пью вторую неделю. Я тут помечала с 22-го числа. Я не вижу больших результатов. То есть, ну, вот то, что я послушала и узнала о нем, то говорят, что все познается тогда, когда мы делаем это на протяжении какого-то времени. Вот. Как уже там про него пишут, что он там уже чистят. Возможно, он когда... Единственное, что вот я вычитала в нем, что мне вот, меня как бы привлекло, что он поглощает со стенок сосуда вот эти все вот, то, что залежи... Не залежи, а именно токсины, вот эти шлаки, грязь вот эту, которые просто так не выводятся с организма. Вот. Девочки, давайте продолжим. Я вам попробую. Мне не очень удобно сегодня. Там на столе у меня светит солнце, поэтому я сидя. Мне не очень видно, что я буду тут вам показывать. Короче, вот так вот нацелила, все, слушайте меня. Девочки, это мой журнал, Авантаж. Вот. За февраль месяц уже я на него подписана. Он мне приходит раньше всегда. И вот посмотрите, прям, не бровя в глаз. Тема про детокс. Вот. И тут у меня моя подписчица, она говорит, девчонки, я хочу попробовать пить смузи. У кого есть опыт, девочки, у меня нет опыта пить смузи. Вот. И скажем так, что я вот, смотрите, я привезла, в прошлом году привезла себе вот эту книжку. Вот. Зеленые смузи. Здесь вообще программа на 10 дней очистки. Но это, девочка, достаточно сложно. И к этому нужно быть готовым. Я ее как-то просмотрела быстро. Загорелась, купила домой, привезла, на полочку поставила. Я про нее забыла. Вот. А тут раз такая оказия. Вот я книжку достала, посмотрела. Мы закончим потом с этой книжкой, девочки. Я буду заканчивать видео и вам покажу, что я сделала. Естественно, что 10-дневный детокс, это очень сложно. Это надо прям настроиться в голове. Поэтому давайте хотя бы сейчас поговорим о том, вообще, что такое детокс. Вот. Кем он был когда придуман. Вообще, девочка, это сейчас модное веяние. Но не только сейчас оно. Вы знаете, оно было как бы вообще с 2000 года. В Калифорнии этим начали заниматься, разрабатывать эти цены. Вот сегодня, девочки, 2021 год, ни много ни мало, 20 лет детокс уже существует. То он, понимаете, как говорится, выходит на первую линию по популярности, то он уходит куда-то. На данный момент опять детокс. Вот уже с 2020 года прям у нас детокс, детокс. Он во всем. У нас продают кучу вот таких всяких разных бутылочек. Вот эти вот все баночки. Они у меня тоже есть. Вот эти все трубочки. У меня все абсолютно есть, кроме желания делать что-то, как положено. Ну, девочки, я вам всегда говорила, что я не из людей. Я не железная леди. То есть у меня как бы и есть, возможно, сила воли, но она не настолько велика, чтобы я могла вообще все забросить и заниматься только этим. Вот. И здесь, значит, нам дают, смотрите, они пишут, правда или неправда. Что такое детокс? И вот они раскрывают несколько фунтов. Вот я себе тут подчеркнула. Значит, первый вопрос, который обсуждается. Значит, питание. Современное питание убивает, как раздавливает наш организм. Они отвечают, что да, это правда. Вот. Они говорят, что мы едим много копчености, колбас. Мы едим фрукты, которые с пестицидами, то есть фрукты не с нашего огорода, не купленные где-то в деревнях на чистых полях. Дальше мы едим много всяких сериалей. Сериали – это девочки, скажем так, вот эти хлопья авуана, всякие там хлопья эти, всякие там грены, которые, понимаете, содержат тяжелые металлы. Вот, когда вы покупаете, допустим, вот эти все пориджи готовые, все вот эти, как же их называют, которые смеси хлопьев авуана и мюсли, мюсли. Все эти мюсли, девочки, это все очень плохо. Здесь, конечно же, сразу оговорю, что все вот эти детоксы, все вот эти вот овощи и так далее, это больше пишут для веганов. Вот. Это веганы, это даже не вегетарианцы. Это люди, которые едят только овощи. То есть они не едят ни рыбу, ни мясо. И вот здесь же сразу же в этой фразе добавляют, что особенно много вот этих всех, все вот эти каки в рыбе, в жирной, особенно в горбуше, в тонце и эспадон. Я не знаю, что это за рыба на русском языке. Вот. И так как их выращивают сейчас, всю рыбу сейчас выращивают искусственным методом в основном, то, конечно же, она с уваженностью как бы на дикую рыбу. Не у всех есть, не все мужья рыбаки, не у всех есть доступ купить ее. Они говорят, что даже рыба нам сегодня плохо. Дальше они упоминают, что вредит нашему организму. То есть лекарство. Главное, так интересно написать. Лекарство сразу же алкоголь и, девочка, загрязненность нашей атмосферы. И в доме, и на улице. Также они пишут о сигаретах. Вот, как обычно. То есть, девочки, смотрите, все, что я вам перечислила, что не съешь, все плохо для нас. То есть современная еда, она убивает нас потихонечку изнутри. Дальше, девочки. Что они... Второй вопрос, который обсуждается. Они пишут о том, что правда ли, что когда мы спим, наш организм очень сильно как бы выводит токсины. Вот. И они отвечают, да, это правда. Но они говорят, что если вы питаетесь нормальной пищей, то ничего страшного, наша печень и наша поджелудочная, и наши надпочечники с этим справятся. Но, допустим, совсем другое дело, если вы ведете нездоровый образ жизни. То есть, вот это уже вывести из организма очень сложно. Опять же, здесь имеется в виду, если бы что, мальманже, это мальманже, это плохо есть. То есть, эти пиццы, гамбургеры, бургеры, вот, быть все время в стрессе, потом это у нас вызывает усталость, хроническую усталость, головную боль, и не дает нормально спать. А почему мы не можем нормально спать? Потому что все связано с пищеварением. То есть, выпили, поели обычай, бегли спать и не спится, да? Вот. Поэтому, девочки, все-таки питание, это очень-очень важно, вот о чем я вчера говорила на самом прямом эфире. Так, третий вопрос, который обсуждается, значит, задается такой. Если вы займетесь, Апрандра, Апхандра, если вы научитесь принимать детокс, то есть, вот это вот все, вот эти все коктейли, вот эти все, когда мы воду заливаем, там, заливаем водой, всякие травки, муравки, огурчики, и пьем это, это все, девочки, детокс. Вот. Если мы научимся правильно принимать детокс, будет ли это большая уборка для нашего организма? Они отвечают сразу же, да. Вот. Они говорят, что, первое, что, надо как бы сулажить, облегчить систему пищеварения. Вот. И думать, и поставить вообще крест на замедленном метаболизме. То есть, это первое, что дает детокс. Дальше они утверждают, опять же, алкоголь и жирные продукты, мясо, рыба, даже, даже морские гады, морские эти, ой, как их, фруи-фруи-думер, как же они называются по-русски, ну, вот, ну, все эти меди, там, устрите и так далее, они пишут, что это тоже плохо. Перечисляют уже, как бы, жиры, жиры сочиры, я даже пометила, францжиры, которые содержат, опять же, мясо, рыба и сладкие продукты. Вот. И второе, что делать, значит, первое, значит, он, вот этот детокс, да, он поможет переваривать вот эту всю капу, которую мы едим. И второе, девочки, как бы, детокс, то есть, напитки детоксовые, они помогут нашим ЭБР, ЭБР – это жиросжигатели, переваривание, системы, вот эти все наши органы, да, система пищеварения, просто детокс поможет им это все переваривать. И как нужно помочь? Как можно помочь это делать? Нужно пить много воды, потреблять эту микрофибры, фибры, клетчатку и также потасиум. Потасиум, девочки, это все зеленые вот эти продукты. Вот у меня даже витамин есть, да, я вам показывала. Вот, видите, вот у меня витамин К2, вот, это на французском языке, вот этот вот калий, он переводится потасиум. То есть, нужно есть либо много овощей, самих зеленых, либо помогать принимать эти добавки. Дальше, нужно принимать, девочки, что это, антиоксиданты, как омега-3, обязательно пишут, вот этого я не принимаю. Вот, и нужно девочкой активировать физическую жизнь, то есть, сделать зарядку ежедневно, даже вот кардио нужно делать, то есть, там, все эти приседания, да, и так далее, и нужно девочкой делать растяжку. Дальше, четвертый пункт, который обсуждается, это является ли детокс какой-то там диетом или, как вам сказать, режимом похудения. Они отвечают нет. То есть, если, и так и пишут, если вы будете принимать детокс, но будете продолжать есть рыбу, много рыбы жирной, много мяса, много там всякой выпечки, печенюшечки, конфеточки, у вас ничего не получится. То есть, вы выпили этот детокс, и можете забыть, что он вам будет работать. Я еще хочу разобраться, я где-то видела, в какое время лучше принимать, кто-то принимает утром, кто-то принимает на ночь. Тоже интересная тема. Можно было, я поищу, я вам расскажу потом. Вот. И они пишут, что сам детокс, то есть, все вот эти вот, да, эти смузи, напитки, они, девочки, не являются сжиганием калории. Они являются, и они будут, эти калории, вот как вы съели много калорий, детокс ничего с ними не сделает. Вот. Но, если мы будем есть нормальную пищу, то вот этот детокс, он будет нам чистить организм. Понимаете? И от этого мы похудеем. Но не надо думать, что если вы будете пить детокс сегодня, а сами будете продолжать там попивать пивко, там винчи каждый день, да, там пиццу где-то грызанули, печенье какие-то сладенькие, вот эту вот отраву, да, номер один, девочки, ничего не получится. Так, ну и вот здесь семь принципиальных, как бы, пунктов по детоксу. Значит, банир, банир – это наказать, наказать, убрать, вычеркнуть продукты, которые, имеют много трансжировок. Это жиры, которые, вот они у нас называются, ой, как же они называются, опять не буду, девочки, дурить голову. Вот, то есть надо убрать жирные продукты, нужно уменьшить, принимать соль, уменьшить, девочки, не говорят отказаться, уменьшить. И нужно убрать сладкие продукты, которые очень сладкие, тем более, которые сделаны на заводах и так далее. Дальше, надо есть побольше зелени. То есть, так и пишут, сумметра овер, побольше зелени, вот фрукты, овощи, каждую еду добавлять, овощи, вот, и, конечно же, все виды овощей и все цвета, сырые и на пару, ну, кве-то на пару, вареные. Дальше, поставить крест на токсинах, а то есть, прекратить пить алкоголь. Девочки, ну, ничего нет такого, да, чтобы вы не знали. Вот, конечно, они пишут, бензюр, бензюр, это прекратить выпивать, вот, и, если возможно, отказаться от сигареты и кофе. Дальше, четвертое, много пить. Вот, пишут девочки, для женщины, нужно от полутора до двух литров воды, жидкости, куда входит вода, чаи, инфузионы, инфузионы, это такие, это цветочные и фруктовые чаи, и даже, девочки, бульоны. Бульоны, я понимаю, овощные, а не мясные. Так, дальше, есть биологические продукты, сезонные продукты. Вот, если у вас сейчас растет в огороде, ну, не сейчас, конечно, весной, там, когда пойдет, там горошек, готовьте с горошком свои блюда, свое мясо, это прекрасно, это вкусно. То есть, вот, у нас даже в магазинах во Франции, у нас продают вот все овощи как бы по сезону и к этому давно призывают. Допустим, сейчас сезон капусты, то есть, брокколи, белая капуста, красная капуста, брюссельская капуста, китайская, кстати, китайская капуста, девочки, я ее очень редко покупаю, у меня муж ее вообще не ест, но вообще она очень хорошо работает, на сжигание жиров. Вот, у нее полно клетчатки, у нее достаточно, она жесткая, поэтому тоже нужно не пренебрегать, и, кстати, она у вас, девочки, есть. Значит так, сезонные фрукты, овощи, девочки, уменьшить протеины животного происхождения, вот, то есть, надо, если вы не можете отказаться совсем от мяса, как я, например, да, или мой муж, то их нужно уменьшить просто в порциях, вот, надо, так, паду плюс, инепетитепорсион, дубьянда, пасун, и даже, девочки, они говорят, не больше одного яйца в день, но они не пишут одно, но тоже яйца надо уменьшать, я же так их люблю. Дальше, и какие протеины они вам всё-таки советуют, это вот эти легуминозы, вот эти бобовые, то есть, турецкий горох, фасоль белая, фасоль красная, чечевица, маш, горох сушёный, вот это, девочки, можно заменить с мяса, и вы помните, когда мы варили с вами всякие супы, там фасолевые, даже в советские времена моя мама никогда не варила бульон на мясе, если мы делали фасолевый суп, потому что он настолько насыщенный получается, это те же протеины, только растительного происхождения, вот, и седьмой девочки, пункт, они пишут, поменьше жирного и поменьше сладкого, вот, надо избегать пирожных, всяких там, как я говорю, печенечки, всякие жирные колбаски, особенно, которые сухие, девочки, ну, я думаю, что вареная колбаса тоже не везде хорошая, допустим, жирные, они говорят, жирные сыры, соусы, о чём я вчера говорила, вот, и, значит, так, он консерван, пель вилл, вегетали, мизан, олива, гольза, и они пишут, что, вот, вместо того, чтобы наедать жиры, вот эти вот, с этих всех продуктов, что я перечислила, вы можете немножечко разнообразить свои блюда с помощью масла, оливкова, это гольза, что же это гольза у нас, рапсовая и ореховая, ну, молодцы, конечно, вот, и мы, девочки, вот последний пункт я не разобрали, он последним написан, правда ли, что детокс, это прям путь к энергии, к высвобождению энергии организма, они пишут, да, это правда, вот, даже первые усилия вы услышите после 24 часов, если вот вы выполните вот эти все пункты, перестанете кушать всякие бяки, а будете налегать на хорошее здоровье продукты, хорошего происхождения, то, конечно же, вы очень быстро у вас перестанет сдуваться живот, вот, вы будете просыпаться в хорошем настроении, вот, значит, какие другие бонусы, которые дает этот детокс, если вы им займете серьезно, от дня, изо дня в день, ваше лицо осветлится, ваша голова больше не будет болеть, ваша система пищеварения наладится, и вы будете счастливы, а на этом, девочки, я сейчас закончу, и единственное, что к следующему видео я хочу вам показать еще что-то, в книге есть тест, вот, нужно ли мне очищение, нужно ли вам очищение, и я его прошла, здесь, девочки, 30 вопросов, я вам их не буду называть, потому что это отдельная тема, это долго, вот, есть результаты, здесь, визит вопросов, и напишут, если вы набрали 20 баллов, то вам настоятельно рекомендуется использовать различные подходы для очищения тела, после детоксикации организма, вы заметите существенную разницу, сможете потерять лишний вес, и ощутить прилив слив, девочки, после детоксикации, вот мой результат, 20 из 30, то есть, мне нужно думать о том, что нужно чистить организм, а я с вами на этом прощаюсь, надеюсь, что эта тема вам понравится, и мы с вами встретимся в комментариях и обсудим эту тему, и если это будет интересно, то и продолжим дальше записывать видео на эту тему, всем пока, ваша промо-насалочка, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, оставить свой комментарий, и до очень скорой встречи, спасибо за просмотр, и до сих пор, до сих пор, кем хорош về спасибо, мы приезжаем, зон子ё прилож Kingdomernya